книга открытым окон том 26 тема природа вопрос 3785 как наше поколение могло уверовать в бога и знать что есть бог если в школьной программе ни слова про него и библиотеках было были запрятаны книги о содержителе отвечает Игнатий Тихонович Лапкин книга природы была для всех открыта но и в школьных учебниках было кое-что как сейчас помню когда разучивалось стихотворение Некрасова размышления у парадного подъезда то слова повторяя суди его бог я сразу же высветил и тут же сказал что крестьяне были верующими и мне было сладостно повторять эти строки даже в степи и разводить руками в стороны как мне казалось делали те крестьяне у подъезда а уж когда стихотворение Лермонтова в школе учили что есть божий суд на перстнике разврата тут моя душа буквально возликовала и я повторял постоянно есть божий суд и когда уже уверовал то эти строки я постоянно повторял на любой публике в вагонах перед начальством они же мне твердили что это так аллегорически Лермонтов сказал а имел в виду суд народного гнева справедливость революции на что я сразу же парировал да кто же может знать мысли и дела наперед кроме бога и ведущего Лермонтов в моем сознании всегда считался верующим за одни эти слова многое нашел в войне и мира у толстого у никитина достоевского пушкина и других вы окончательно не правы в этом суждении и оправдании себя а боги было слышно и в зарубежной классике даже у диккенса у бичерстоун в хижине дяди тома а уж про картинные галереи такие как эрмитаж и третяковка что говорить там на религиозные темы очень даже достаточно было чтобы уверовали иов 4 15 и дух прошел надо мною дыбом стали волосы на мне деяние 17 28 ибо мы им живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорили мы его и род титу 113 из них же самих один стихотворец сказал критяне всегда лжецы злые звери утробы ленивые я представляю страх и обалдение когда попала в третье отделение на смерть поэта представляю я как начали все эти гады бегать на весмундиры осыпая перхоть и нос в носы табак спасительный суя и шеф-жендарма в главный идеолог ругая подчиненных идиотов надел очки дойдя до строк но есть есть божий суд на перстники разврата он дрогнув огляделся воровато и побоялся еще раз прочесть уже давно докладец был состряпан и на кавказ м лермонтов запрятан но бенкендорф с тех пор утратил сон во время всей бодяги царедворской приема в заседании церемоний есть божий суд смятение слышал он есть божий суд метель ревела в окна есть божий суд весной стонала волга в раздольях не страдавшихся степных и страдавшихся степных есть божий суд кандальники бренчали есть божий суд безмолвствуя кричали глаза скидавших шапки крепостных и шеф трясясь от страха водяниста украдкой превратился в атеиста шеф посещал молебны как всегда с приятцей размышляя в кабинете но все же бога нет на этом свете а значит нет и божьего суда но вечно надо всеми подлецами жандармами придворными листецами как будто и грядущая судьба звучит неумолимостью набата есть божий суд на перстники разврата есть божий суд есть грозный судья и если даже нет на свете бога не потирайте руки слишком бодро вас висмундиры ваши не спасут придет за все когда-нибудь расплата есть божий суд на перстники разврата и суд поэта это божий суд евгений евтушенко